А то, как это будет, да? При таких пропорциях, ну, не знаю, это золото. Так? Так, теперь кроме печати, плечи, вот так, вот так. Ну, поскольку мы сейчас головы не выжимаем, то это будет нормально. Вот. А шея у него совсем не будет? Ну, а что же вы, ребятки, ну, зачем вы и так мучаете? Ваше. Смотри, мы же договаривались, что стал будете отмечать, да? Когда так отмечишь, сразу становится видно. Вот тебе длина позвоночника, вот тебе длина бедра. Мы с вами говорили, если человек поднимает коленку, коленка должна оказаться вот здесь. Вопрос, коленка окажется вот здесь? Нет. Она вот тут подмышка. А должно быть? То есть, на самом деле, я вот, бедра длиннее, а позвоночник короче. Понятно? Хорошо. Слушайте, у вас упорный интерес к маленьким детям. Чем меньше, тем лучше. Каждый раз вот голова... Да, кстати, есть соотношение к длина-толуища. И на ноги тоже говорят, что вы маленькие ребенки. Оставьте, оставьте. Братик маленький. Да, да, да. Дома. Просто руфинец. А, братик маленький. Все, тогда должны спрашивать. Тогда понятно, почему такие пропорции у вас перед глазами. Ну, потому что, да, это где-то ребенок полтора года. Вот, потому что, что дальше не спрашивает. А братика сколько? Два. Два. Ну, вот видите, аппетит не ошибся. Ну, а теперь давайте поехали. Так же. Давайте посмотрим, почему наша голова не падает с плечи. В голове мы пока подберем только одну пару мышц. Вот эти. Соотцово-грудинно-социлинг. Так? На самом деле, одни из самых крупных мышц нашего тела, идущих не спереди остальных, участвуют в регуляции положения головы. Правда, они не столько с черепом связаны, сколько с шейным отделом позвоночника. Давайте я покажу их положение, если мы с вами начнем, а вы скажете, какие движения вы делаете благодаря устранению этих мышц. Вот. Одна точка крепления, и вот их полно. Две огромные трапециевидные мышцы. Они образуют всю заднюю сторону шеи, всю заднюю сторону плеча, так? И проходят от плечевых суставов до центра отделения. То есть, практически с помощью распределения, да? С помощью распределения у вас на спине будет? Нет. А если снизу? А если сверху, посмотрите, то практически до коленного сустава. Также при взгляде сверху, у вас проекция длинная сплетение. Ну, как же можно ориентироваться на солнечное сплетение, которое является ориентирован для этой проекции? Проекция со спиной. трапеции видной мышцы. Вот одна трапеция, вот другая трапеция. И подумаем, если смотрится, ну, что-то спинит. Вот я распускаю перед двойной. Так? Трапеции видны, мышцы видны или не видны? Видны. Видны. Вот она. Вот эта вот мышца. Положите руку вот так на плечочек. Так? Поднимите и отведите назад. Вот так. И вы почувствуете, как у вас подпальчина перекатывается вот эта грань трапеции видной мышцы. И когда культуристы там накачивают всю мускулатуру, да? Ну, когда рисуют человек, который на шарфоне на дольку качал, да? А для них это все равно. Я шучу, конечно. Ну, допустим, вот так. Я шучу, это по-моему, на дольку качал. Да. я шучу. Качал. Значит, обратите внимание, некоторые мышцы вы уже знаете. Вот это что? Да, я-то не знаю. Вот это что? Большое, крупное. Вот это что? Грудинно-клющично-социевидный. Чёрт из два. Конечно, терапевция уже. А нам будет вот такого бухгалтера? Да, именно они создают вот эти бухгалтеры. А грудинно-клющично-социевидный, закрытый его подбородком. Так? Они вот отсюда от грудин должны идти вот так. А его перерисованность, Андрей Николаевич? Зачем? Это я вам направлю пример. Да. Хорошо. Теперь поехали дальше. Возвращаемся в виду свеки. Грудная клетка кончится примерно вот здесь. Линия, которая лежит ниже грудной клетки. Между грудной клеткой и тазами. Так называется вот здесь по порядку. Между калья и на тазами. Ну и что можно сказать об этой линии, о сечении по этой площади по отношению ко всему человеку. По всему человеку. Площадь сечения. Поперечитая. Сравнили с площади сечения в груди с площади сечения в груди. Да, с zones в席 сечения в груди. Вот нифига себе! Там же мышцы уже задача. А мы все здесь есть. Ну да. Это то есть там органы? В этом районе не все органы чрезвенка, то есть там такое количество органов, что призумность страшная. Да ребят, скажите, у вас сейчас толстый гибкий или нет? Ну, бывают люди, которые ходят на шлангах, вот они вот застыли, вот так можно положить, вот так вот. Вообще-то у нормального человека, у нормального человека спина гибкая, и в каком месте она изменяется? А мы про отделы с вами говорили, как изменить, в поясничном отделе. Поясничный отдел – это как раз задняя часть того, что вы называете спинная часть. В этом месте тело надо гнуть. Теперь, попробуем гнуть два разных тела. Одно тело вот такое. Ну, глава нам не интересует. А второе тело вот такое. Задача будет одинаковая. С одной тело посередине. Ну, и вот по этой линии. Я боюсь ноги, он очень маленькие ноги и не выдержит. Скажите, на русском. Да ноги нам не важны, нам тоже важны. Чего будет мешать одинаково? Ну, естественно. Естественно. Поэтому недостаточно в этом участке сделать подвижными, более подвижными, более пластичными контакты между позвонками. Недостаточно. Если вы взяли даже вот такому человеку и вот так вот с боков привязали две подушки и спереди еще подушку привязали. Вот так хорошо приклеили. После этого нутнуться проще стало. Конечно, сложнее оно стало. Потому что на самом деле линия талии намечена у всех людей нормальной комплекции. Так? Хорошо. А костей, как вы верно сказали, в этом месте нет. Так? А как в глубине находятся наши важнейшие внутренние органы. Печень, желудок, кишечник, а нас все важно. Хорошо. Ну и как по-рожему. Здесь, пристись, спереди хоть какая-то мускулатура. Да. Как называется? Бицепс. Нет, не бицепс. Бицепс. Бицепс в животе. Так как называется? Животская какая-то мускулатура. Мускулатура брюшного. Отдела. Пресс. Мускулатура брюшного пресса. Так? Брюшной пресса. Мышцы это очень интересно. На самом деле, они идут вот отсюда, от нижних ребер грудной клетки. Вот сюда. Костян так. Все складаются, а не вот так. Вот сейчас укрупнённая штука. Вот так. И так. Это музыкальная лента. которые идут, идут они в сентябре, вот центральное линейное тело, ну, такие, мультфильные ленты, на вот этой схеме, на боковой схеме, вот он, таз, как идут мышцы брюшного пресса, вот так, в технологии, в инженерии, какое устройство называется прессом, что такое пресс, что сдавливает мускулатуру брюшного пресса. Только не живот, внутренние окна брюшной полости. Скажите, пожалуйста, есть я беру две точки, точку А и точку Б. Вот у меня есть две точки. Как будет выглядеть изображение кратчайшего пути от точки А в точке Б, самую короткую, прямая. Итак, прямая – это кратчайшая, соединяющая две точки. Давайте смотрим. Вот у нас точка А – верхнее крепление мускулатуру брюшного пресса, точка Б – нижнее крепление. Если он напряжен, то что с линией живота, с противной линией живота, во что превращается? В кузо. Эта мышца сократилась. Сгибается. Нет, мы зафиксировали тело, согнуть тело нельзя. Я взял, привязал человека вот здесь за волосы, а здесь пригревел его за штану. То есть он гнуться не может. Он проглотил шваку, да? Ну, проглотил шваку, хорошо. То есть вот эта осень у него форма. А мускулатура брюшного пресса сократилась. Как изменится форма линии А. Натянется. Конечно. А сян натянется. Что мы скажем про этого человека? Что он сделал с животом? Подтянул живот. Да? А если эту мышцу расслабить, а перед этим мы как следует плотненько-плотненько позавтракали, а потом еще второй завтрак, а потом еще и обед. И все это быстренько одно за другим прошло. А с полторы брюшного пресса расслабился. Во что превратится линия А.В? Ааа, вот так. Тепленький, кругленький живот. Понятно? В результате мускулатура брюшного пресса поддерживает спирт и органы брюшной полности. И как Майя абсолютно справедливо говорит, если мы швабру из человека вынем, то есть вернем ему гибкость. А эти мышцы сократятся. Как изменится пол у человека? Наклон вперед. Наклон вперед. Вот сразу. При этом мышцы брюшного пресса очень редкое исключение в нашем теле. Да. У меня вопрос. А вот почему у качков, как вы говорите, тут такие шарики? Тут это где? А в районе пресса? Вот сейчас мы об этом с вами не шарики, а кубики обычно тело определяют. Вот сейчас мы об этом с вами и поговорим. Так. Берем две разные мышцы. А сейчас я вам их нарисую. Так. А как? Поскольку все схемы. А. Ну вот этот. Никачок. 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 Это борец сумо. Знаете про такое традиционное японское единоборство? Да. Борец. Борец. Сумо – отличная растяжка. Это народ, который запросто стоит на мостик, запросто садится на шпагат и там подходит. Ребята, это не просто такой толстый европейц или американец, ничего подробного. Это люди, которые посвящают свою жизнь тренировке тела просто в другом направлении, чем в направлении привычного. Они отличные владельцы, просто хорошо, отличные. Пожалуйста, не купите просто толстого человека с борцом с умом. Вот я сейчас нарисую две мышцы. Одна мышца у нас будет вот такая, а вторая мышца у нас будет вот такая. Вот эту мышцу назовем мышца, вот эту мышцу – б. Хорошо, поднимайте руки. Кто может объяснить, а зачем вообще нужны мышцы в нашем теле? Остальные не понимают? О, как сложно. Но это неудивительно, что мы же не понимаем. Ну, давайте попробуем, что это давайте. Ну, мышцы в нашем теле нужны, чтобы двигаться. А как они мудрятся? Двигать частями нашего тела. Прошу вас. Сокращаются и растягиваются. Вот. Можут? Да. Ни одна мышца не умеет растягиваться. Именно так. Ни одна мышца не умеет растягиваться с усилий, проживая в ритм усилий. Единственное, что умеет делать мышцы, если им подать энергию, если они получают приказы от нервных клеток, мышцы могут вот так или вот так вот изменить свою форму. Скажите, как в рабочем состоянии форма мышц меняется? Вот рабочее состояние сильнее. Как описать изменение формы мышц при переходе в рабочее состояние? Сокращались. Ребята, вот. Мышц не одно измерение. Это объемные тела. Меняют форму? Как меняют форму? Да, прошу вас. В каком направлении? В спину. В вертикали. Давайте посмотрим. Копия эти мышцы имеет форму шара или у них можно выделить длинную ось и диаметр? Длинную ось. Можно выделить длинную ось и диаметр. А вот теперь, пожалуйста, опишите изменение формы мышцы при переходе в рабочее состояние. Лечение диаметра. Невозможно взять и сократить одну ось и диаметр. Цеплять их вот так, последовательно, друг за другом нельзя. Нельзя. Запрет. Как создать мышцу, которая сокращается в одним килограмм? Сколько мышечных клеток поставить параллельно? Тысячу. Тысячу. И эта мышца будет поднимать килограмм. Хорошо, десять тысяч я их поставил. Сколько мышц? Десять килограмм. Десять килограмм будет. То есть, на самом деле, чем толще вот этот пучок, тем больше сил сокращается. Это понятно? Хорошо. Значит, у всякой нормальной мышцы, да, сила зависит только от площади перечного сечения и не зависит от длины. А вот у брюшного пресса не так. Концитрая? Нет. Концитрая достаточно штука сделана. Почему и зачем? Чуть позже разберется. Смотрите там, как сделано. Вот чем кончается каждая мышца, двух сторон. Вот это что? Сухожилия. Сухожилия. При помощи которых надо крепиться к скелетам. Да. Отлично. В брюшном прессе у нас вот как. Вот сухожилия, которые идут к нижним рюмкам. Вот это. Дальше. А дальше тело вот этих мышц. Мощная. Достаточно. Но мышечные клетки не могут быть очень длинными. Они и так гигантские. Но все равно длиннее, ну там, сантиметров пяти, ни одна мышечная клетка не будет. Хорошо. Вот у вас мышечные клетки кончились. Скажите, удалось ли вот это расстояние перекрыть? Нет. А дальше еще сформули. А дальше опять схожилия. А дальше что ли? А дальше? Опять. Опять мышечные клетки. Больше, больше. Все же кубики. А дальше? А дальше опять схожилия. Смотрите, вот эти вот кубики. Да, да, да. А дальше опять мышечные клетки. Вот эти ленты, которые состоят из чередующихся сухожильных участков и участков брюшка, собственно, работающей части мышц. Если человек напрягает брюшная пресса, что с диаметром работающих участков увеличивается, что на поверхности живота этого человека видно? Выступающие или нет? Вот они. Раз, два. Понятно, откуда взялись? Да. Хорошо. Вот немножечко с вами разобрались с брюшным прессом. Это мускулатура, которая формирует переднюю стенку живота. Задняя часть спины. Ну, на самом деле, каких-то очень крупных мышц в этом районе, которых вам следовало помнить. А, ну, пожалуй, вот такие мышцы. Доль позвоночника, две длинные ленты. Прямые мышцы спины. Они идут вот так. Со спинной стороны позвоночника. Присоединяясь на разных уровнях к спинным раскистым отросткам позвонка. Прямые мышцы спины. Если они сократятся, как у человека изменится позд тела. Спина начинает прогибаться назад. Так? Хорошо. Две мышцы, которые будут иметь вот такую форму, в районе талии, как раз, в районе поясничного отдела, вот так вот охватывая спинную сторону человека. Широчайшие мышцы спины. Смотрите, брюшной, 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 брюшной стороны, брюшной полости, а, ну, а ведь на спине у вас в этом месте тоже костюня. Если бы там не было мускулатуры, что бы оказывалось, человек плотненько поел, брюшной пресс не дает животу уехать вперед. Так? Арган. Двух горба верблю, да, только левый и правый горб, который, значит, выкатился сзади, слева и справа от позвоночника. То есть на самом деле, да, вот этот мышечный купляр, так, в который, в который заключены внутренние органы, будет называться мышечный корсет. Так, наше тело заключено в мощный мышечный корсет, который подтягивает внутренние органы, в сокращении движения которого регулирует все движения толщина. Вот это, пожалуй, основное торсовое мышло, которое следует знать. Продолжение следует...